С 8 по 14 мая 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 По бою ни в коем случае не выпячивайтесь вперед. Так, что касается углов склонения орудия. Минус 6. Как вы видите, поднявшись чуть выше, орудие ниже уже не опускается. Это, ну, крайне, крайне дискомфортно. Сейчас дождусь какого-нибудь товарища, который хочет получить тычку. Не опускается, видите, орудие вниз. Это при чем-то, ну, при том, точнее, что я стою практически уже поднявшись наверх. Очень дискомфортно. Да, на борт склоняется лучше, но тогда ты борт картонный подставляешь, что не есть гуд. Сведение и точность просто обалденные, а альфа делает свое дело, и ты действительно делаешь неприятно сопернику, который зазевался и отхватил от тебя тычку. Абсолютно точное орудие позволяет добирать даже в какие-то там комп-башенки маловыраженные серые зоны. Короче говоря, ребят, очень комфортно и очень удобно. Давай. Откатываемся назад. Не сильно привычная тактика для средних машин. Как правило, на средних машинах ребята любят рашить, куда-нибудь вонзиться, начать наносить урон кому-то бодро, а некоторые машины даже позволяют крутить кого-то. Но данная машина к ним однозначно не относится. Только аккуратность позволит вам получать какие-то достойные результаты. Без аккуратности, ребят, будете курить нервно бамбук, вас будут разбирать, и вы будете плакать и уходить назад в ангар. Я бы сказал, с не очень хорошими результатами. Ну давай, быкуй. Нет, никто быковать не хочет. Так, отходим. Быку сейчас очень сильно повезло. Ай-яй-яй. Ну в принципе, на нем ромбуй, не ромбуй, все равно получишь пробитие. Короче, не очень. Тычка! И пора отваливать отсюда, в надежде на то, что кто-то подсобит. Если сейчас быка вынесут, и он не сможет мне помогать абсолютно ничем, ну у меня будут крайне существенные проблемы, потому что двоих ребят разобрать будет очень сложно. Ну давай, покажись еще немножко. Ай-яй-яй-яй. Так. Товарищ Кроус, товарищ Ис, наверное, надо Иса помочь добрать сначала. Ну а потом уже добрал без меня. Окей, тогда есть возможность заняться Кроусом. Я подраненный. Хеллкет, в принципе, еще плюс-минус какую-то хп-шку имеет. Главное сейчас быстро не слиться. Там главное хотя бы одну-две тычки успеть по Кроусу откинуть. И тогда будет победа. Ребят, в любом случае за данную машину побороться стоит. Как я уже сказал, она абсолютно бесплатна. А значит, она великолепна по определению. Что же касается того, что она вам принесет. Она принесет вам вот такой вот спокойный геймплей. Она однозначно не зайдет, скорее всего, ребятам, которые любят быстро гасать по карте. Но она подойдет тем ребятам, которые любят точные альфовые орудия. С хорошим временем перезарядки, временем сведения и с очень комфортным разбросом. Единственное, к чему необходимо будет привыкнуть, это, безусловно, к не очень хорошей подвижности и, я бы сказал, к крайне-крайне дискомфортному в основном отыгрыванию по углу склонения орудия вниз. Что касается моей результативности. 2245 единиц урона практически не напрягаясь. Две машины отправлены в ангар из списка соперников. 52 тысячи с учетом прем-аккаунта и с учетом того, что дали 2000 за медальки. И, ребят, в отношении того, что я смог сделать по результатам боя в пределах команды, я занял первое место. Можно сказать, что в какой-то мере я в чем-то затащил бой. Я сдерживал соперников и довольно некислую альфу в них откидывал. Участвовать или не участвовать? Да вы, в принципе, будете участвовать в этом событии, если будете играть в танки. Потому что играть с 4 по 10 левел это, в принципе, просто играть в нашу великолепную игру. Что же касается того, стоит ли заморачиваться над тем, чтобы забирать, здесь уже, безусловно, решать вам. Я лично на основе забрать его себе обязательно попытаюсь, потому что машинка крайне приятная в отыгрывании и крайне нестандартная. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои, и абсолютного спокойствия. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok